Ах ты ж ловка, ловка, как тебе не стыдно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже почти лето, а вчера был градус Нет, я не сам и делал Единственное, чем я могу действительно похвастаться Это я что-то не помню, чтобы у меня что-то упало Лето подмассотребление Туто Туто Сверху вверх короче до лапсос от риги от скажу вам от американского посольства от кипермаркета спица минут 40-45 пилы потихоньку влево съезжают, что одна, что вторая я вообще последние годы все больше думаю совершенно мои мысли работают совершенно в другом режиме, не в тракторном я это чувствую по себе как-то я раньше это делал довольно таки лихо а сейчас вся эта сварка, если возникнут вопросы мы там быстро делаем, но вы ребята может быть как и у меня был период, я вообще из трактора не вылазил годами, годами спал в тракторе, то это совершенно другое дело а тут при таких работах как-то навыки теряются ходил я на консультацию по дополнительной сварочной категории отказался да и не очень-то у меня получается так как это надо сделать на экзамен чтобы экзамен был принят у меня как-то это не очень ну можно было тут со временем, конечно, эту всю руку набить сварочный аппарат есть электроды, как говорится, самому прикупить железяк там-сям насобирать но там все равно, там еще теория, там надо знать маркировки все эти это все сейчас опять повылетало из башки когда я последний раз сдавал на сварщика? три года или четыре года назад на тип а на миг уже, наверное, лет шесть или семь тому назад тридцать профессий целый чемодан всяких там дипломов, справок, допусков сертификатов еще черт знает, какие бумажки, как они там называются зачем еще? куда это надо? заварить я и так заварю пусть даже не на сертификат, но все равно я видел профессиональных сварщиков после которых мне приходилось переделывать конечно, комплимент самому себе значит, при открытой челюсти если берете вот с прицепа посмотреть надо под нижнюю громкую то есть, если берете с высоты с рампы или поддон на поддоне может кто-то уперся может уже где-то был сломан поддончик неизвестно, кто изгрузил вот с открытой челюстью если берете с какого-то ну, скажем так, со второго этажа то снизу надо надо, чтобы кончики вил были видны ниже вот этой вот режущей кромки грейфера грейферного ковша ну, вы поняли а если берете с земли то там надо смотреть именно вот в эту щель которую слегка приоткрываете ну, как там слегка может быть, некоторые очень много открывают до тех пор, пока режущая кромка не упрется в этот выступ на вилла где виллы половинки вилл соединяются не знаю, может быть, потом отдельно еще покажу что к чему насчет этого дела но я еще буду брать с земли это все буду брать там будет, я не знаю, будет ли на эту видеокамеру видно ну, по-моему, объясняя словами вроде бы, как все понятно должно быть это для начинающих но у меня, вот, например каким бы я бы там уже ну, можно сказать, опытным не был там уже все-таки опыта достаточно много чего грузил разной техникой разгружал, копал, рыл, толкал если рядом стоит какая-нибудь падла и начинает командовать левее, выше, нажми педаль открой это, поверни это все, блин у меня ничего не получается почему? не знаю вот сейчас вот виллы хорошо видны внизу, ниже не в эту щель, которая образовывается при открытом все дошли до конца ну, вот он немножко левее но это ничего страшного тут еще очень важный момент длина ширина длина этого баддона вы можете пробить что-нибудь или взять следующий зацепить баддон с грузом а это не есть хорошо вот смотрите когда последний первый или последний стоит впритык к горту переднему или заднему задним экскаватором несколько раз тут уже чуть людей не покалечил я думаю, что все-таки кто-то уже лазил туда так так, стоп колесо далеко смотри смотри может еще и получится я его поднять не подниму но мне бы подтянуть его чуть-чуть ну, блин елки-палки ребята учитесь первый раз мастер-класс мастер-класс хотя, какой может быть мастер-класс если первый раз даже в рифму сказал ага, где-то что-то заело ну все, я сам себя научил сам себя научил но это, конечно же если крепкий поддон очень крепкий такой ни разу не покоцанный тогда да тогда выходит а эта лужа тут не от меня уже обычно или не полный загруженный или рохля есть или погрузчик у которого виллы двигаются туды-сюды ну а в других случаях просто портоны были раздолбаны я не могу сказать что я это первый раз пробую нет пробовал я уже так но ничего не получалось разламывался портон и все равно приходилось руками разгружать по кирпичу очень трудно доказать окружающим что гораздо проще разгрузить по одному кирпичу ну вот не знаю сколько времени заняло сейчас десять часов десять девять нет ну не час быстрее быстрее часа ну вот сорок сорок пять разгружали по диагонали это у меня почин удачный я имею ввиду удачный обычно или не получалось по тем или иным причинам я думаю что скорее всего очень большую роль сыграло то что никто здесь не команды обычно целая толпа стоит а рут кричат не вей правее что не 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 а не 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 Продолжение следует...